Забили в концовках первой тайме, что способствовало тому, что обычно гол в раздевалке играет психологическую роль для команд соперника, поэтому в втором тайме немного активно провели его, забили в свои роли, были еще моменты. А команда Шерлевич Клоудина по поводу полемки я сказал? Команда? Ну, не знаю, мы тренировались, поэтому после матча пока еще не виделись. Как вы вообще относитесь к такому способу исполнения пенальти? Слушайте, я думаю, на вам лучше у него спросить. Нет, вообще, да-да-да. Ну, забивали такими, например, в суперкубке у нас последний такой пенальти тоже был, забили и выиграли, поэтому раз на раз не переходит, но, конечно, реализуем, было бы немножко проще заканчивать. А вы, Саша, когда последний раз били с точки, не можете вспомнить? Тренировался в втором матче, когда играли с странской командой Севахадом здесь, в интернете. Почему такая разница между первым и вторым таймом? Ощущение в первом тайме как-то слабее, чтобы выходит, чем второй? Да, сложно сказать. Но я думаю, что мы работаем над этим. И тренеры об этом говорят, что нужно начинать с первой минуты более активно. Но я думаю, что будем стараться улучшать наши качества в первом тайме. Саша, дальше «Локомотив». Если слышали, там они очень резко высказались после игры с крыльями по поводу судейства, в том числе там нецензурно, Галактионов и Баринов. Но есть такое, что могут их дисквалифицировать. Как думаете, это что-то повлияет на характер матча, может быть? Честно говоря, за высказываниями не стыдно, исключительно за футбол. Поэтому в любом случае очень серьезный матч. У нас остался кубок, получается, и два матча-чемпионата, которые с турнирной точки зрения важны. И хотим, конечно, на перерыв уйти на первом месте. Будем стараться все для этого делать. Хотя очной доволи уже и не будет, да? Ну, была она с Краснодаром, да? Ну, хотя бы вот так. Ну, посмотрим, как они сыграют в свои матчи. Поэтому, в первую очередь, нам нужно отталкиваться от себя, от своего результата, выиграть свои матчи. А там уже будем смотреть. Ну, в Москве придется играть уже не под крышей, да? Может быть, на холоде. Или, в принципе, это не проблема, в том, что «Зениты» тренируются тоже, да? Мы тренируемся примерно в таких же погодных условиях. Поэтому, думаю, что проблемы не будет в плане адаптации. «Зенит» сейчас уже временно вышел на первое место. За счет того, что «Краснодар» еще не сыграл свой матч. Они играют завтра с «Уралом». Будете как-то вот, особенно, может, переживать за екатеринбургскую команду, потому что они впервые фактически вышли на первое место. Да, ну, будем просто смотреть. И, конечно, все матчи сложные, и для «Краснодара» в том числе. Вот, поэтому, думаю, что «Урал» хороший соперник, и бой даст в любом случае. спасибо. Да, спасибо. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтоб на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми. Говорят, прогревание от провала в памяти помогает. не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в «Винлайн» теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на «Винлайн». Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть «Винлайн» удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, тысяч семь-восемь, не меньше. Слушайте, а у вас нет какого-то напильника или…